Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я буду краток, потому что мои коллеги более подробно обо всем расскажут. Я хочу сказать самую главную мысль в том, что мы всегда говорим о социальном партнерстве, мы говорим о взаимодействии бизнеса, взаимодействии государственной власти, общественных организаций. И чем это мероприятие очень знаменитое, вообще выставочное, в том, что организаторами является библиотечное общество, собственно говоря, общественная организация. И уже государственная структура, государственная власть, она как бы уже является, и даже не соорганизатором, она, собственно говоря, оказывает поддержку проведению. Я считаю, что это очень правильно, потому что в нашем регионе, наш регион огромен, у нас замечательные писатели, у нас, но практически сибирскую книгу мы никак не позиционируем. Мы позиционируем ее отдельными какими-то небольшими кусками, там, кто представляет, молдайскую, тут томскую, тут кемеровскую, а общую. У нас есть в Красноярске, конечно, большая ярмарка, выставка, но я считаю, что Новосибирск достоин для того, чтобы у него была своя выставочная площадь и своя выставка, и презентация того, что издается на сибирской земле. Ну и, конечно, не только на сибирской, мы готовы, чтобы это приезжали другие писатели, представляя свои произведения, и это очень важно. Я еще раз говорю, что важно то, что это и бизнес, и общество, и государственная власть. Вот это, наверное, должно быть вот таким краевоугольным камнем, и тогда мы будем восстанавливать и книгу торговлю, и издательскую деятельность, собственно говоря, и писателей будем стимулировать для того, чтобы они писали хорошие, замечательные книги, и на этой выставке они находили тех людей, которые будут их продвигать, которые их будут печатать, издавать. Это, наверное, самая главная цель и задача наша. Я так думаю, как чиновник и как государственные деятели, потому что это давно уже необходимо, потому что мы должны читать хорошую, качественную литературу, написанную хорошим, качественным языком, и чтобы привлекать людей не только в книжные магазины, но и в библиотеки, потому что библиотека – это кладец всех знаний, какие только могут быть. Поэтому я вызываю всех ходить в библиотеку, быть активными читателями, потому что вам всегда говорят, что такое библиотека. Библиотека – это давно уже не просто центр чтения, это центр общения и центр получения новых знаний. Вот это, наверное, самое важное. Я сам являюсь активным читателем областной научной библиотеки и считаю, что да, это необходимо, и библиотека, она только будет прирастать и получать новых читателей, и благодаря вот этой выставочной и другой деятельности, потому что охватывается вся область, я думаю, что это очень важно. Ну, дальше уже расскажут коллеги, я думаю. Да, спасибо, Светлана Анатольевна. Выставка уже в пятый раз проходит. В чем особенность программы этого года? Действительно, Новосибирск не может среди других сибирских регионов отличиться и похвастаться тем, что мы имеем и проводим ежегодно книжную выставку, книжную ярмарку. Как вот говорил Игорь Николаевич, это удается сделать при помощи поддержки фонда Михаила Прохорова в Красноярске и в других регионах. Но, тем не менее, отчасти исправить эту ситуацию, и вот уже в пятый раз, как вы правильно заметили, пытаются библиотечные сообщества, объединенных в одну общественную организацию, региональная общественная организация, Новосибирское библиотечное общество. В этом году, в Общероссийский год литературы, мы, коллеги, объединившись, подготовили программу, образовательную, просветительскую, гуманитарную программу, посвященную Общероссийскому году литературы, знаковым главным событием которого стала выставка, ярмарка, фестиваль «Сибирская книга». Эта программа получила поддержку, в том числе и финансовую. Министерство региональной политики Новосибирской области получило поддержку на конкурсной основе. Эта программа и фестиваль «Сибирская книга», выставка «Сибирская книга» получил поддержку Российского книжного союза и, безусловно, Министерства культуры Новосибирской области. В чём отличие? Ну, надо сказать, что впервые мы вышли на площадку крупного федерального учреждения культуры Государственной публичной научно-технической библиотеки, потому что мы эту выставку впервые также проводим 1, 2, 3 сентября и считаем, что начало учебного года связать с тем, что посетить крупнейшую, прекрасную, замечательную библиотеку и увидеть в этой библиотеке те книжные издательства и те книжные издательские проекты, которые выходят, издаются на территории Новосибирской области, на территории Красноярского края, Алтайского края. Это очень хороший и правильный шаг, знак и позиция. Не только книги можно будет увидеть в эти три дня в Государственной публичной научно-технической библиотеке, поскольку в выставке примут участие не только издательства, но и библиотеки. Библиотеки придут со своими проспектами и со своими предложениями, со своими просветительскими гуманитарными программами. И это чуть позднее скажу, это тоже будет интересно. И третье, что удалось сделать, удалось объединить множество замечательных, интересных работающих литературных объединений, которые кому-то известны, кому-то они не были известны. Вот нам удастся за эти три дня эти литературные объединения представить. А начнется фестиваль и выставка даже не 1 сентября, а чуть раньше, 29 августа. Эдаким предкнижьим это будет фестиваль сказочной и фантастической литературы на площадке Новосибирского планетария. Удивительно интересная программа. Это и встречи с писателями-фантастами и новосибирскими, и московскими. Но один из таких проанонсировать мероприятия Александра Зайцева будет читать сказки под импровизацию пианиста Филимманюка. Программа «Сибирская книга». Вот мы тоже каждому этому дню дали какое-то название. Так, например, 1 сентября мы назвали «Аван-титул». «Аван-титул» — это первая или одна из первых страниц книги. И вот назвав так образно, смыслово первый день нашего фестиваля, мы, конечно, постарались, чтобы программа этого первого дня была максимально интересной. Ну, во-первых, это, конечно, будет торжественное открытие на ступеньках Государственной публичной научно-технической библиотеки, которая массово, постепенно перейдет уже на первый этаж библиотеки. В течение всех трех дней мы предлагаем населению, жителям, организовать книговорот. Это значит, что можно будет на том пространстве, которое мы подготовим, и на улице, и в библиотеке, обменяться своими книгами, хорошими книгами, и отдать хорошие книги в хорошие руки. Такая потребность есть, и эти три дня максимально можно реализовать. В каждом из трех дней нашего книжного фестиваля можно будет пройти, посмотреть замечательные музеи книги в ГПНТБ, посмотреть экспозиции выставки, посмотреть залы ГПНТБ. В каждые из этих трех дней мы предлагаем приходить на презентации издательств и, как мы уже говорили, издательских и просветительских проектов. И 1 сентября будет проведено два открытых урока по литературе в рамках Всероссийской акции, которую проводит Российский книжный союз. Называется эта акция «Открытый урок литературы». Ну, считаю, что здесь нам повезло, потому что мы уже несколько лет мечтали, чтобы к нам приехал Александр Архангельский, писатель, литературовед, театральный ведущий. И он приезжает в рамках вот этой Всероссийской акции, проведет для старшеклассников открытый урок литературы. Следующим, кто будет, кто проведет такой открытый урок, будет Людмила Ходенен. Она ведущий, лермонтовед России. И мы ожидаем также приезд Максима Амелина. Максим Амелин у нас несколько лет назад был. Он принимал участие в нашем литературном фестивале. Он поэт и он главный редактор замечательного петербургского издательства, объединенного гуманитарного издательства. Как я уже говорила, открываем мы с открытых уроков литературы. И мы также благодарны тем объединениям, которые поддерживают и участвуют в программе фестиваля. Как, например, замечательный проект «Страница 16». Это представит Михаил Фаустов и его уже межрегиональная федерация чтения. Это Валерия Витошкина, которая представит современные формы презентации собственных идей через фестиваль любительских изданий «Сам издан». Это поэты и культуртрегеры Антон Метельков, Михаил Моисеев, который представит проект «Культурный путеводитель Речпорт». Ну и крифеев нашей и новосибирской, и российской фантастики Порошкевич Татьяна Сопрыкина с презентацией портала «Белый мамон». Второй день фестиваля, 2 сентября, мы назвали «Лиссе». «Лиссе» — это закладка в книге. И таким образом мы считаем, что середина фестиваля, апогеи всех мероприятий, самое время сделать закладки тех книг, которые ты захочешь прочитать в ближайшие осенние, зимние вечера, и посетить те литературные, как мы уже говорили, гуманитарные объединения, которые вам особенно будут близки и понравятся. Этот день также особенный, потому что к нам приедут писатели и издатели из Красноярска и Барнаула, и Алтайского края. Вообще алтайцы, они отличаются тем, что у них великолепные издательские проекты. Я назову только два. Профессор Алтайского университета Дмитрий Марьин представит один из проектов. Это девятитомное собрание сочинений Василия Шукшина. И совсем недавно они порадовали не только сибиряков, но и всю Россию. Они издали полное собрание сочинений выдающегося сибирского и российского писателя Георгия Гребенщикова, опубликовав его роман «Чураевы», который находился в очень ограниченном количестве, только в фондах ценных и редких книг. Ну, Гребенщикова – это как бы отдельная история, здесь можно много очень говорить, но Алтай действительно представит свои уникальные проекты. В этот же день мы решили и запланировали проведение «Круглого стола», на котором главные редакторы журналов, литературных журналов Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Барнаула обсудят проблемы, как выживать и как существовать толстым литературным журналом. И также будут представлены фестиваль экспериментальной поэзии «Экспириенс», фестиваль видеопоэзии «Пятая нога», программа «Товарищество сибирским драматургам», ожидается чтение пьесы Кристины Кармолиты. И, насколько мне известно, что в чтении этой пьесы будет принимать участие Василий Иванович Кузин. Да, приходите, это обещает быть интересным. Ну и вот добираемся до третьего дня фестиваля. Мы также смогли найти, благодаря Антону, замечательные названия каждому дню, и назвали его «Колонфон». «Колофон» — текст на последней странице. Выходные данные, завершение любого издания. И в последний день главным таким смысловым событием, мы считаем, вот приготовились станет круглый стол, который мы назвали «Перекрёсток мнений», «Знай наших, читай наши». То есть мы хотим разрушить стереотип, что в Новосибирске нет интересных писателей, что в Сибири некого читать, что и издавать-то никого. Ну, бывает такое иногда, и никого не надо. То есть мы провели с Государственной научно-технической библиотекой по заданию Новосибирского библиотечного общества «Целое исследование». И мы имеем на руках материалы, мы будем разговаривать о том, что есть замечательные авторы, те, которые ранее писали, оставили наследие, и сегодня, которые делают первые шаги, публикуются, получают признание. И нам, конечно же, в Новосибирску нужна программа поддержки литературного процесса в Новосибирской области. Мы об этом неоднократно говорили, и даже родилась идея создания общественного литературного института. Я думаю, что это обязательно обретёт свою реальную жизнь, и здесь мы обсудим ещё раз свои первые шаги. И, конечно, это будет также презентация журнала «Неизвестность Сибири». Фонд, сын известного сибирского поэта Александра Пличенко, Егора Пличенко, он журналист, он создал фонд «Сибирский писатель», он хочет презентовать и рассказать, какие задачи ставит перед собой. Но Игорь Лощилов и Максим Амелин представят книгу Николая Заболотского «Метаморфозы». Книга «Инака» 2015 от «Мастерской полдень». И многие проекты, в том числе, пройдёт поэтический семинар «Сибирский писатель России» для молодых сибирских поэтов, что где когда, час чтения, множество чего вы найдёте в общей программе. Кроме того, ещё несколько минут я хотела сказать, что пройдут презентации издательских проектов, объединённых издательств сибирских университетов, издательства «Наука», издательства «Свинины сыновья», «Инфолио», «Светочи» и многие другие. Кроме этого, мы проводили и объявляли несколько конкурсов, и также будут подводиться итоги этих конкурсов. Конкурс мотиваторов, итогом которого стал целый, открытый, иллюстрированный энциклопедий афоризмов именно сибирских авторов. Конкурс любительских театральных коллективов на книжную тему, они покажут свои работы. И хочу напомнить, что для журналистов мы ещё до 15 сентября продляем конкурс, посвящённый популяризации книги чтения по номинациям «Лучший телевизионный сюжет», «Лучшая радиопередача», «Печатная публикация», «Лучшее освещение событий фестиваля» в районном либо городском СМИ и «Лучшее освещение событий фестиваля» в специализированном СМИ. Очень просим вас принять участие, поскольку вот в этот год я вижу очень много публикаций в сети интернет, в средствах массовой информации о том, что да, проблемы с чтением есть, они связаны с тем, что процесс чтения — это всё-таки труд, и осмысление, и познание текста через осмысление в своём сознании знаков, букв — это уже большой труд, особенно если это в большом количестве для подрастающего поколения. Специалисты говорят, ну, у нас ещё есть 10-15 лет, когда мы можем всё-таки сохранить и поддержать интерес нации, интерес молодёжи к чтению. Ну, это работа и миссия не только библиотеки, она, эта задача стоит и перед журналистами. И очень хотим, чтобы были вы нашими такими, ну, партнёрами в этом деле. И также хотела сказать, что уже 26 августа мы вас, читатели Новосибирска, хотим порадовать также встречей с Московским, извините, писателем Дмитрием Муглуховским, который будет у нас на площадке библиотеки в 18 часов. Не забудьте, пожалуйста, об этом интересном событии также. Вот такая наша сибирская замечательная книга. Конечно, обо всех мероприятиях я не рассказала. Я очень надеюсь, что вы будете нашими партнёрами и помощниками в популяризации и донесении этой информации до населения Новосибирской области. Новосибирска. Спасибо. Светлана Антоновна, спасибо. Дмитрий Милович, какова роль ВПНТБ в организации фестиваля? Мы с Игорем Николаевичем послушали Светлану Антоновну, я для себя просто думаю, что упущено. Про площадку, про ГПНТБ. Я прежде чем расскажу о ГПНТБ, расскажу о себе. Вы знаете, я приехал в ГПНТБ в 1966 году. Давайте посчитаем, что будет в 2016 году. Будет 50-летний юбилей работы крупнейшей российской библиотеки, у которой история теперь уже под 100 лет. В 2018 году ГПНТБ будет 100 лет. Эта библиотека долгие годы находилась как главная библиотека Министерства высшего образования в городе Москве, а до этого в 2018 году она принадлежала различным наркоматам. А здесь в составе сибирского отделения мы работаем полвека. Это будет в октябре 2016 года. Я вас всех приглашаю. Будет большой праздник. И что из себя представляет эта библиотека? Но в Сибири, на мой взгляд, самая красивая библиотека находится в городе Омске. Очень красивая библиотека, великолепно оформлена. Очень хорошая библиотека находится у нас в Ханты-Мансийске. А самые лучшие библиотеки в Сибири – это две библиотеки. Областная библиотека Новосибирска и ГПНТБ. Вы знаете, вообще говорят, что библиотеки должны содействовать культуре, науке. Вот в этом смысле мы себя немножко позиционируем, потому что раз мы являемся в таком серьезном академическом ведомстве, мы упор делаем на обслуживание науки. И вот когда Светлана Антоновна рассказала о прекрасной программе пропаганды художественного чтения, мне хотелось бы сообщить, что мы уделили внимание тому, что будет издано в наших высших учебных заведениях. Я вот, Павел, который представляет сейчас пресс-центр сибирского отделения, он может подтвердить, что всякий раз, когда приезжают ответственные гости в сибирское отделение, им обязательно показывают выставочный центр Суран. И я был при такой встрече, когда ученый-секретарь, академик Ляхов, встретился с представителями Министерства образования и науки из Москвы. И эта делегация подвел там, после того, как он показал достижение институтов, к тому, какие учебники создают ученые сибирского отделения по математике, физике, по целому ряду важных направлений. И москвичи были удивлены, почему это известно только здесь, в Новосибирске, и не издается, как федеральные учебники. Ну, существует определенные три трудности. Хотя то, что делается в сибирском отделении, это ведь лучшее отделение во всей академии в масштабах страны. Мы, являясь библиотекой сибирского отделения, понимаем, что самой главной библиотекой в стране, безусловно, является Российская государственная библиотека РГБ, которую все знают как библиотека имени Ленина, так она именовалась многие годы. Это одна из десяти крупнейших библиотек мира. Второй библиотекой в России у нас является бывшая императорская библиотека, ныне библиотека с названием РНБ, Российская национальная библиотека. И никто не знает, где третья библиотека. Мы не стали вообще смущаться и говорим, что третья библиотека – это ГПНТБ. Это самая крупная библиотека среди универсальных библиотек, потому что вот недавно сгорела библиотека, вы знаете, общественных наук. Ее фонд был немножко больше, чем ГПНТБ. У нас 14 миллионов, у них было 15 миллионов. Но среди универсальных библиотек мы, пожалуй, самая крупная библиотека. И то, что мы выбраны площадкой для проведения этого мероприятия, это еще один путь к тому, чтобы возвратить то, что в свое время было великолепно представлено на Сибирской ярмарке. Ведь несколько лет шла самостоятельная выставка, которая называлась «Книга Сибири», она была популярна. Затем популярность ее стала снижаться, ее объединили с другой выставкой, которую называлась «УЧСИП». А потом и вместе эти две организации не сумели сделать достойной. Эту выставку все потихонечку сокращалось. Вот несколько лет тому назад мы провели первую, сегодня мы дошли до пятой выставки «Сибирская книга». И нам бы хотелось увидеть динамику. Когда Светлана Антоновна вспомнила Прохорова, я взбруснул, потому что, конечно, кряк – это колоссальные деньги, колоссальное вложение. И добиться уровня Красноярска можно только, если у нас появится такой же мощный спонсор. И мы очень заинтересованы в том, чтобы научиться, как находить таких людей, которые бы нам помогали. Во всяком случае, с Игорем Николаевичем я согласен вот в какой части. Библиотека до последнего времени – это была изба читания, так говорила Надежда Константиновна Крупская, так она воспринималась. И мало по малу библиотеки все время становились центрами научно-образовательной деятельности. Сегодня это и областная ГПНТБ – это крупные просветительские центры. И мы перестраиваем свою библиотеку. Если среди присутствующих журналистов есть бывшие студенты, которые посещали нашу библиотеку, то мы даже меняем архитектуру. Вы знаете, что поразительно? Вот сегодня, когда появляется огромное количество электронных ресурсов, казалось бы, бумажная информация будет уходить на нет. Я много лет работаю в ГПНТБ, и я помню такие цифры. В ГПНТБ фонд был 13 миллионов, ежегодная выдача 3 миллиона, ежедневные посещения 130, нет, 1300 человек. И сегодня все эти показатели в этой части меняются по посещению. Нас стали меньше посещать, но объем литературы, 300 тысяч в год новых поступлений, которые приходят в библиотеку по обязательному экземпляру, эта цифра не меняется. Мы по-прежнему получаем огромный массив информации, который представляет интерес не только для взрослых. Мы же получаем всю детскую литературу, у нас вся литература по искусству, мы получаем абсолютно все. И что обидно, что значительная часть этой информации не доходит до нашего читателя. Вот работают много лет в библиотеке, мне кажется, что ГПНТБ многие уже все знают. А когда я нахожусь в транспорте и проезжаю мимо ГПНТБ и слышу, как нас комментируют, что это библиотека Академии наук, здесь могут работать только академики. Либо что у нас бесконечно глубокое книгохранилище. На самом деле все мы будем показывать нашим гостям, потому что хранение литературы в ГПНТБ организовано даже по сегодняшнему времени на уровне мировых образцов. Потому что вот мы с вами находимся в продолжении речного вокзала. Это все задумывалось архитектором Анатолием Афанасьевичем Воловиком. Толмачева – это тоже Воловик, ГПНТБ – это тоже Воловик. И мы благодарны нашему архитектору, потому что книги, которые хранятся в ГПНТБ на подземных этажах, они себя прекрасно чувствуют. Мы обязаны сохранить обязательный экземпляр для наших будущих потомков. И температурный, влажностный режим – все это у нас здорово сохраняется, мы этим постоянно забочены. И мы сегодня говорим вот о чем, что проведение книжной выставки-ярмарки должно привлечь внимание не только к тому, чтобы посещали нашу библиотеку. Мы воспринимаем все, что делают наши коллеги. Каждый несет свой чемоданчик и все заинтересованы в том, чтобы лучше представить свои фонды и свои возможности. Я хочу вам рассказать, что мы ожидаем. Мы считаем, что у нас будут делегации нескольких сибирских областей – Томск, Красноярск, Кемерово, Барнаул. Мы ждем к себе с экспозициями 20 сибирских издательств. Мы отдельно пригласили библиотеки нашей области, приедет 18 библиотек. Мы предоставили площадку наиболее крупным торговым книжным сетям – это книжные магазины. У нас будут представлены общественные организации, порядка 10 таких организаций. И вот представьте себе, что за эти три дня мы предполагаем, что в библиотеке пройдет 70 различных мероприятий, на которых в качестве выступающих будет 100 специалистов. А кто нас посетит? Значит, сегодня готовятся отделы образования к проведению Дня знаний. И очень многим понравилось, что они могут использовать организацию этой выставки-ярмарки. И к нам записывается сегодня большое количество учащихся колледжей, школ. Мы надеемся, что к нам придут студенты. Мы очень заинтересованы во взрослой публике. ГПНТБ ждет всех с нетерпением, проявит свои организационные таланты. Мы бы хотели, чтобы все у нас прошло с пользой. И в числе наших гостей и наших со-исполнителей, со-кооператоров мы ожидаем вас. И для меня чрезвычайно важно, что сейчас я на вас на всех смотрю, и не могу догадаться, кто из вас получит лучший приз за то, что прекрасно расскажет о том, что происходит с книгой сегодня, что из себя представляла наша выставка. Как вам сказать в самом конце? Добро пожаловать. Спасибо за внимание. Оксана Владимировна, давайте слово передадим. Можно я вам расскажу про Оксану Владимировну? Оксана Владимировна, во-первых, является автором уникальной диссертации, которая произвела очень сильное впечатление на Московский институт культуры. И с тех пор, когда они познакомились с Макеевой, они присылают нам приглашение, что мы проводим конференцию и так далее. Мы приглашаем вас всех, приезжайте из ГПНТБ, ну а Макеева обязательно. Вот, теперь слово. О, Дмитрий Миронович, после такого представления выступать достаточно сложно. Попытаюсь оправдаться. В первую очередь, позвольте пригласить вас всех, конечно, на заключительное мероприятие, о котором говорила Светлана Антоновна, на наш круглый стол, в процессе которого мы хотели бы обсудить результаты, полученные нами в процессе исследования небольшого, на нашей области территории оно проходило. Что мы сделали? Мы разослали, в первую очередь, анкету нашим экспертам, выдающимся, я считаю, специалистам в области литературы, писателей, это филологи. Мы разослали анкету книжной магазины, и директора книжных магазинов ответили на нее, на что я ему очень благодарна. Мы посылали в библиотеки. Мы проанализировали результаты. С другой стороны, мы собирали данные статистические по книговыдаче и по запросам на книги именно сибирских авторов библиотеки города и Новосибирской области. Мы сравнили их с рейтингами продаж книжных магазинов. Должна вам сказать, что результаты, в общем-то, существенно различаются. Иногда складывалось впечатление, что это две совершенно разные категории, две группы людей, даже не группы, не знаю, как их даже охарактеризовать. Библиотеки посещают одни люди, читают магазины другие совершенно. Мы благодаря нашим друзьям из НОВА Медиа сняли два блиц-опроса дополнительно, потом сами спрашивали население города на улицах. О новосибирских авторах знают ли, читают ли, хотят ли вообще знать. И получили положительные отклики. Люди хотят, люди знают, но, к сожалению, отмечают, что нам негде взять эту информацию, нам негде познакомиться. Нет передач, мы не бываем в тех местах, где об этом рассказывают. Нет площадки, на которой можно поговорить о сибирской литературе. Вот я надеюсь, наш фестиваль, кстати, и может стать этой площадкой. А что еще у нас делалось? Библиотеки составили рейтинг, я уже говорила об этом писателе. Это шесть месяцев шла большая работа. Какой вывод мы сделали? В основном знают советских писателей и читают писатели советской поры. В рейтингах книжных магазинов они практически не встречаются. Это тоже вопрос к обсуждению. Почему? Либо тогда продвижение сибирской литературы было поставлено лучше, были задействованы все каналы в те времена, неужели писатели были лучше? Ни за что не поверю, что сейчас среди молодежи нет талантливых ребят, которые бы писали ничуть не хуже наших сибирских классиков. Все эти вопросы мы хотели бы обсудить. И еще в продолжении выступления Дмитра Мироновича. Издательство. Издательское дело. Издательское дело. Я посмотрела поступление по обязательному экземпляру фонда ГПНТБ «Суран». В основном у нас хранится издание 80-90-х годов. За 2000-е мы практически ничего не получали. Что уж тут говорить. Откуда будут эти книги в фондах библиотек, в магазинах, если они практически не издаются? Посмотрели мы тиражи изданий, которые выходят на территории Новосибирской области. Очень маленькие. Не превышают 500 экземпляров. Каким же образом они могут дойти до читателей? Это тоже тема для обсуждения. Проведенные нами в рамках работы, упоминала Светлана Антоновна, конкурс мотиваторов действительно позволил создать такую очень интересную, на мой взгляд, иллюстрированную энциклопедию афоризмов и мудрых мыслей сибирских писателей. Кстати, в основном, опять же, выбирали классиков. Это Распутин, это Шукшин. Из молодых, даже вот сейчас вам не скажу фамилии, по-моему, да, наверное, нет таких. Елизавета Стюарт, вот, пожалуйста. Опять же, почему? Не знают или нет интересных каких-то высказываний, фраз? Тоже вопрос к обсуждению, о чем вы хотели бы поговорить на круглом столе. Ну вот, наверное, вкратце все, что хотелось бы вам сказать. Спасибо. Давайте переходить к вопросам. Коллеги, пожалуйста, у кого какие есть, да? Я хотел бы к Светлане Антоновне... Посьбе включить микрофон и представляться. Спасибо. Сергей Козбриков, Радио России, Гатарка Новосибирск. Я хотел бы не только к вам, но к организаторам вообще обратиться. Вы не боитесь, что такое массированное событие, многоцелевое, рассеет внимание аудитории? И не все смогут побывать там, где было бы интересно. Дело в том, что это событие происходит в одном месте. Мы преднамеренно не стали разрывать на разные площадки, только в ГПНТБ. Вот придя на ступеньки ГПНТБ, вы можете сразу, практически весь день посетить множество мероприятий, событий в рамках одного дня. Но три дня. Но три дня, да. Но Новосибирск полуторамиллионный. Я уже приводила такой пример, что в Великобритании, в Бернингеме, открылась на сегодняшний день крупнейшая публичная библиотека. И в течение трех месяцев эту библиотеку посетило полтора миллиона жителей. Это больше, чем Новосибирска. В Бернингеме живет всего, по-моему, около миллиона. То есть мы должны не забывать, что мы миллионный город, мы не маленький город. И большое пространство ГПНТБ сегодня готово вместить, ну не полтора миллиона, но вот тот наплыв посетителей, который будет в эти три дня, это очень хорошо. Пусть будет как на вокзале, пусть будет как, я не знаю, в большом пространстве. Пусть появится потребность проводить культурное время не только в торговых центрах. У нас иногда семьи говорят, мы сегодня культурно отдохнули. Были в магазине, в кафе и катались на коньках. Пусть появятся потребности, мы хотим предложить проводить весь день в библиотеке. Вот здесь еще одна проблема. 70 мероприятий, которые нужно отфильтровать, осмыслить, выбрать то, что действительно интересно каждому конкретному человеку, у кого на это хватит времени, прежде чем еще потом тратить время на вот эти три дня. Постараемся проанализировать и учесть, если действительно возникнут такие проблемы. Но опять же мероприятия разные. Например, когда мы говорим о презентации, вот есть пространство, где стоят стеллажи с книгами всех издательств, и есть сцена, и на этой сцене в режиме нон-стоп идут вот эти презентации и представления. Можно смотреть книги, можно слушать, можно переходить в другие. Вот уже комнаты, где заявлены, будут мероприятия, которые будут начинаться в назначенный час. Спасибо. Дмитрий Миронович, вы можете добавить что-то? Я единственное скажу, что предварительно нашла запись на мероприятие, и очень многие просто говорят, мы придем к вам на конкретное мероприятие, если вы определяете возможности вашей аудитории, сколько там посадочных мест, и мы сейчас уже видим, что у нас есть такие помещения, где нам придется поставить дополнительные места. Мы уже сегодня предполагаем на самое большое помещение библиотеки на 300 посадочных мест, а вообще мероприятие будет проходить в шести залах, с разным местом, все чуть поменьше. И где-то мы вынуждены будем дополнительные места поставить, мы это теперь уже предполагаем. Вообще мы не особенно пугаемся, потому что когда проходил в 2014 году фестиваль науки, его проводило НГУ в Новосибирске, мы приняли за три дня 3000 человек. Мы примерно полагаем, что и в этот раз будет столько людей, ориентировочек. Может быть больше. Татьяна, пошел. Формационное агентство ТАСС, Татьяна Карманова. Светлана Анатольевна, будь то добро уточнить, а Казаркин приедет, он заявлен. Он заявлен. 2 сентября, день Томской книги. А с Томском, я не анонсировала Томского, когда говорила, потому что буквально сегодня был звонок, что Томск еще принимает решения. И Казаркин, и Костин, наш любимый прозаик, замечательный. Но вот пока мы будем выяснять, в течение дня едет или нет. Спасибо. Передавайте от вас пожелания, что вы ждете. Ну, я у него защищалась. В свое время. Скажите, пожалуйста, еще, вот в прошлом году сколько людей прошло? Вы не уточните. В прошлом году, Ольга Ивановна, где-то примерно было 400-500. Вот так примерно. Ну, это было в областной научной библиотеке. В областной научной библиотеке. Еще я бы хотела добавить, вот на ваш вопрос, в дополнение. Значит, мы приглашаем всех сейчас предварительно, в свете того вопроса, который вы задали по разнообразию 70 мероприятий, мы приглашаем всех на сайт областной научной библиотеки и сайт ГПНТБ, где выставлена программа, конференция, о которой сейчас Светлана Антоновна говорила. И каждый может предварительно для себя решить, куда он может прийти, какое мероприятие посетить. И таким образом, ну, как бы интересы будут соблюдены, да, каждого индивидуальные. А там уже на самой выставке-ярмарке, я подчеркиваю, выставка-ярмарка, опять же, вот такое вот большое, яркое событие, празднество, что ли, такое, там уже еще дополнительно определить, куда он может пойти. Мы считаем, что количество мероприятий вполне оправданно, нормальное. Это был, вы понимаете, тот случай, когда вот программа была сверстана, и нам казалось все. И вот приходят, например, вот те же там ричпорты или вот драмсипы, говорят, а мы еще предлагаем, а у нас еще есть желание, мы еще вот это хотим. И закрывать программу вот нам не хотелось бы, потому что это была инициатива, ну, как говорят, снизу. Это не было того, что давайте больше и больше. Еще хотелось бы добавить, что площадками только тремя днями это все не ограничивается. Также я уже вначале говорил, да, что у нас, ну, четыре, я имею в виду, что у нас еще будет область задействована, и будет именно проходить мероприятие на нескольких районах нашей области с участием нашего ЭКИБО и наших специалистов. И это очень важно, потому что считаем, что, как говорила Светлана Анатольевна про литературное объединение, у нас их огромное количество, и если посмотреть, практически даже в каждом районе по два, по три есть, которые мы не знаем и даже не знаем тех писателей-поэтов, которые у нас издаются, пишут. И вот этот пласт бы тоже хотелось поднять и понять, сколько у нас еще и своих писателей есть, которых мы просто даже не знаем, и, собственно говоря, их никто и не учит. Светлана Анатольевна, КИБО, комплексы и инновационно-библиотечного службы. А библиотека на колесах. А библиотека на колесах проще. Да, спасибо. Есть ли еще вопросы? Я хотела уточнить по программе. Вот заявлена презентация собрания сочинений Шукшина. Можно чуть более подробно об этом? У меня она дома есть, собственно говоря. Чем интересно это собрание сочинений, я его не все еще прочитал, но есть произведения, которые никогда никто еще в своей жизни не видел, не знают, что писал Шукшин, собственно говоря, это раз. Во-вторых, там очень много библиографических таких произведений, которые также в этом. И кроме этого, еще дополнительно к этому девятитонному, если так же память не изменяет, три, да, нет, еще есть трехтомник большой, который расскажет о его гометографической деятельности. То есть они сделали очень великое дело, почему они подняли весь пласт произведений Шукшина. И мы-то знаем маленькую Толику, и то только из того, что видели по телевизору и в кинотеатрах. По сути говоря, он очень глубокий писатель. И не только касался тех, как считают, что юмористические какие-то еще темы, а на самом деле он преподносил ту жизнь, которая происходила на Алтае. Он показывал глубину души русского, сибирского человека. И я считаю, что это очень интересно. Я взахлеб читаю. И я так думаю, что кто этот девятитонник получит, тот получит истинное удовольствие от нашего сибирского писателя. И узнает его совершенно с другой стороны. Его и сама жизнь до такой степени интересна. У нас в том году был Михаил Элизаров, вы знаете, на «Белом пятне». Он бесконечно восхищается и считает это самым высшим вот таким писательским мастерством. Это творчество Шукшина оказалось бы очень современной. Но Шукшина в восторге. Хотелось, конечно, Светлана Антоновна сказала, что Алтайские краи вообще молодцы. Они, по сути говоря, не обходят ни одного своего писателя. И практически все известные писатели Алтая изданы в полном объеме. Практически, да. И это я считаю, что это просто любовь к книге и любовь к тем людям, которые живут на их земле. И даже вспомните и также самые Шукшинские чтения, которые только совсем недавно прошли. И Международный кинофестиваль, где они делают главный аспект. И, собственно говоря, приглашают, когда читают в Бийске, несколько площадок, кто хоть раз был, читают стихи, произведения. Но это просто завораживает, как это все-таки здорово. И отношение именно к поэзии и писателям. Поэтому писателям нашим, сибирским. Ну, там есть и другие, конечно, представлены. Ну, вот я просто советую людям съездить, молодым, особенно ребятам, хоть раз посмотреть, как это происходит. И вы по-настоящему еще раз загоритесь с чтением любой книги. Вот Игорь Николаевич, Микаса Новосибирск может стать тем городом, который действительно может делать полномасштабные выставки, ярмарки сибирской литературы. Я говорю, конечно, о регионах, начиная от Урала и до Дальнего Востока. Но вот поддержка бизнеса здесь, конечно, нужна. Я считаю, что мы можем стать центром, мы уже и так центр чтения. Потому что мы очень много читаем. У нас столько институтов, у нас молодой город. И тяга к чтению никак не пропала. Вот мы только что собирали наших молодых специалистов, работающих в сфере культуры, просто с ними проводили как бы анкетирование. Вопросы задавали по поводу чтения. Он, знаете, читает все. Читает разнообразную литературу. Я считаю, что даже вопрос не возникал читать электронный или бумажный вариант. Я считаю, что главное читать. И читать на нормальном, хорошем русском языке. Это вот самое важное. Поэтому призываю молодежь, не читайте вы просто компьютерные тексты. Вы портите свою речь. Это прежде всего. Читайте хорошие произведения и наших сибирских писателей, которые изданы в хороших издательствах. И книга эта и есть книга. Вот. Все. Коллеги, да, вопрос появился. Пожалуйста. Дохрина Марина, школа молодых журналистов, правительство НСО. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вам важно видеть на мероприятии школьников, учеников колледжей, вузов, да? А проводится ли какая-то информационная работа, вот с ними непосредственно, с какими-то вузами напрямую? Приглашаете ли вы их на свое мероприятие? Да, мы знаем, что у нас в трех вузах есть филологические кафедры, в НГТУ филологический гуманитарный институт, и в НГУ, и в НГПУ. Со всеми с ними контакт, со всеми с ними, и программа отправлена, и мы ожидаем их участия. И что касается школ, мы, ну, традиционно областная библиотека, мы каждый год поздравляем школы с началом учебного года, мы направили им письма, прежде всего, с тем, что поздравили. Второе, сказали, что мы партнеры, мы к себе ждем, мы меняемся, мы предлагаем интересные программы, и в том числе сделали акцент на одном мероприятии, это как раз вот в этом трехдневном фестивале, выставки «Сибирская ярмарка», и по школам в каждую там ячеечку все это поставили в район, то есть школы информированы, лично Дмитрий Миронович встречался с Натальей Николаевной Копаевой, то есть здесь больше мы, конечно, на город работаем, с городом, то есть максимально сделали, но как всегда, как всегда, потом завершится фестиваль, и нам будут говорить, как же так, почему так получилось, мы ничего не знали, поэтому помогите нам как можно шире эту информацию донести. Ну, еще дополнить, две секунды буквально, дополнить, мы также работаем с Министерством образования очень плотно, и доводим до высших наших учебных заведений, и, собственно говоря, вы здесь все присутствуете, журналисты, для того, чтобы как раз жители города и области узнали об этом мероприятии как можно больше. Я благодарна Василию Ивановичу, используя договоренность с рекламным агентством, разместили вот такие баннеры на территории Новосибирска, это сделано было совершенно бесплатно, они висят в зеленом и сиреневом дизайне, мы такие плакаты разносим и вывешиваем в учреждениях образовательных, есть такие флайеры, и вот уже издан и подготовлен каталог участников, здесь эту продукцию, часть продукции вы можете получить. А можно два слова еще? Презентация культурного путеводителя Речи Пород, это что такое? Хоть бы вы снимали, спасибо. Я видела этот электронный ресурс в интернете, это своеобразный сайт в интернете, на котором есть информация и публикация сибирских авторов и информация о сибирской литературе. Эта инициатива тоже, как говорят, снизу. Мне эта презентация понравилась, я думаю, что если больше людей будет знать об этом, это здорово. Еще хочу сказать, что Владимир Берязев вышел с инициативой создать, ну, так же договориться и создать проект, дело, это агентство, сибирское агентство литературных новостей, объединилось ГПНТБ, ДрамСИП, областная библиотека, Берязев, он работает сейчас корреспондентом литературной газеты, и «Сибирские огни». Вот такие ВКонтакте и Фейсбуке группы уже созданы, мы там тоже стараемся рассказывать как можно больше о сибирских авторах в сибирской литературе. Проект безденежный, лишь только нужно объединить свои усилия, чтобы и сделали. Спасибо. Если у коллег вопросов нет, хотела бы еще создать уточняющий вопрос, запланированные, это к теме повышения культуры-дослуга, запланированные лекции по литературе для детей, для взрослых, проводятся ли подобные лекции вне зависимости от таких крупных мероприятий, и есть ли планы сделать их более такими активными, более регулярными? Да, конечно, как ни странно, казалось бы, лекции это такая сухая какая-то форма подачи материала, но в областной библиотеке вот уже более пяти лет идут циклы лекций по различным направлениям. Ну, прежде всего, первую инициативу проведения публичных лекций была высказана Василием Ивановичем Кузиным, он читает эти циклы лекций по литературе, по мировым религиям, и есть договоренность, что эти лекции будут раз в месяц продолжены и в сезоне в 2015-2016 году. Следующая его последовательница предложила цикл лекций по психоанализу, они также нашли поддержку и интересу населения, идут лекции по вот этому направлению. Кроме этого, мы ежегодно организуем лекции по истории Сибири, по здоровью-сбережению, здоровью-сохранению, там различные-различные темы, и таким образом вот эта вот часть, как бы формата лекции, он прижился, и мы его будем еще более разнообразить. Но и в областной библиотеке, и в ГПНТБ свободно тогда, когда считают нужным, собираются еще и литературные и другие какие-то творческие объединения. Например, Евгений Федорович Мартышев, наш новосибирский поэт, писатель, сказочник, он ведет объединение молодости, он работает с молодыми поэтами и писателями. Проводит семинар Порошкевич, он собирает более 50-60 человек. То есть вот этот литературный процесс, литературная жизнь, он в городе живет, продолжается, и особенно вот можно все вот эти формы, форматы, молодежные в том числе, вот видео поэзия. Все это можно увидеть вот в эти три дня и действительно сделать закладочку и сказать, мне это интересно, я постараюсь отслеживать и бывать вот либо там, либо там, на вот этих замечательных, интересных мероприятиях. Но в библиотеке сегодня и... вот мы у себя в библиотеке весь сентябрь проводим под девизом библиотека территория знаний, территория открытий. Я не анонсировала специально это мероприятие, это отдельная программа, но мы меняемся. И вот, как говорил Дмитрий Миронович, внутри свою архитектуру меняем. Мы в библиотеке создали дополнительно четыре индивидуальных рабочих места в 202-й комнате для удобства. Мы создали комнату, которую называли зона дзен. Это комната массовая, сейчас скажу, групповой работы, либо переговорная. То есть, приходя к нам в библиотеку, вы можете воспользоваться этой комнатой с тем, чтобы небольшим кругом людей либо что-то обсудить, либо что-то сделать. И появляются в библиотеке такие зоны, как антикафе, как в холлах столики с уютными креслами, где читатели просто любят приходить работать со своими компьютерами, обсуждать, изучать язык, конструктировать там друг друга. То есть, библиотека используется вот как офис, а не офис, как то третье место, в котором можно без денег, без дополнительных денег получить возможность работать, отдыхать, изучать русский язык. Вы знаете, что у нас фонд «Родное слово» продолжает все лекционные занятия, обучающие программы по русскому языку. И у нас есть группа, изучающая английский, немецкий, французский, испанскому клубу уже более 52 лет. Изучайте испанский язык. Это тоже интересно. То есть, библиотека может действительно стать для вас территорией открытий. В год литературы придите, расскажите о нас, какие сегодня мы есть. Мы, ГПНТБ и другие библиотеки. Маленькая добавка. Вы знаете, что ежегодно страна проводит такой мероприятие, который называется в феврале Всероссийский день науки. Затем в Новосибирске проходит городской день науки в мае. А в октябре у нас будет областной фестиваль науки. И всякий раз это является поводом для того, чтобы десант крупнейших ученых не только сибирского отделения, но и других академий наук приезжал. И во всех наших читальных залах организуются встречи по различным направлениям наук. Мы вообще стараемся в ГПНТБ как можно больше популяризировать науку. Считаем, что это наша основная функция. Просто я хочу воспользоваться тем, что у меня микрофон. Вот как вы думаете, сколько в Новосибирской области издается книг за год? Если вы не можете придумать эту цифру, я вам предлагаю ее увидеть. Мы специально сделали отдельную выставку на нашей ярмарке, которая называется «Что было издано только за один 2014 год». Это мы объединились вместе с областной библиотекой. На этой выставке только то, что было издано у нас в области, порядка двух тысяч наименований. И мне позвонили из медицинского технопарка. Они говорят, а как у вас будет распределена эта литература? Нам бы хотелось увидеть, сколько издано по медицине. Мы говорим, что есть такое деление библиотечно-библиографическая классификация. Там идут отдельно общественные науки, технические, естественно научные. Вот таким образом по всем разделам будет представлена литература. Каждый сможет увидеть, чего было издано больше, чего было издано меньше, кто вообще ничего не издает. «Спасибо. Все, коллеги, если вопросы исчерпаны, будем завершать. Большое спасибо нашим уважаемым гостям. Спасибо вам за вопросы». «Спасибо за идею». «Спасибо. Спасибо большое».